Привет, с вами Велсаком, Macbook Pro 13 дюймов. Обновился, красивый, залетает ко мне вот такая вот коробочка нарядная. Но! На самом деле грустно, друзья мои, потому что мы с вами должны попрощаться с механизмом бабочкой. 10 секунд печали. Здравствуй, тьма мой старый друг, Дай с тобой поговорю, Этой ночью я увидел сон, И меня не отпускает он, То виденье до сих пор Живет внутри, посмотри, Оно как звук, безмолвья. Да и хрен бы с этой бабочкой, господи, Magic Keyboard, теперь на всех макбуках Apple, И это замечательно, Сейчас я вам расскажу, что здесь изменилось, Почему теперь есть смысл брать Macbook Pro 13, Как обычно, коротко и по делу, поехали. Мы с вами помним, что впервые механизм бабочкой появился в Macbook 12, Который нас ныне покинул, И я увидел, И я увидел, чтобы кинадзик поняла, И я впитывал, Как в магазина цены, И когда я бил, И я не купил, И я увидел, И я увидел, И когда я в магазина, И я увидел, А потом я увидел, И я увидел, И яυτок, И, кстати, я надеюсь, что он вернется, как птица Феникс восстанет из пепла. Почему? Потому что в следующем году ожидается MacBook на архитектуре ARM с собственным процессором Apple. Ну, какой-нибудь A14 зупер-пупер байоник. И я думаю, что это будет разрыв, потому что у Apple все готово. А там уже есть и мостик через iPadOS и прочие радости жизни. И, на самом деле, я думаю, что в следующем году линейку MacBook ждет еще одно вот такое мощное потрясение. А пока компания что сделала? Она убила эту несчастную бабочку. К ней было много вопросов. Мне нравилось, потому что ты не столько нажимаешь на кнопки, сколько как из пулемета строчишь. Очень такие сбитые клавиши, все хорошо. Единственное, чего боялись, конечно же, мусора. Если вы были любителем пожрать над клавиатурой, грязными пальцами потыкать, то эти клавиши западали, залипали, переставали работать. Были отзывные кампании. Apple, короче, намучилась. И, видимо, кто-то в компании сказал Да пошло оно все. Возвращаем эти ножницы, но доделаем, чтобы было красиво. И в итоге у нас с вами появился Magic Keyboard. Вот это вот ножницы. Это клавиатура, кстати, от Mac Pro старого поколения. И она такая расхлябанная. Вот смотрите, я на нее так нажимаю, вот аккуратненько. Слышите, вот какой-то звук такой прям. Давай вот так вот, смотри. Ну вот, вот это вот звенящая какая-то дешевизна, понимаешь? Вот как-то не то. Ну то есть реально механизм, он хороший. Он зарекомендовал себя. Но вот она вся какая-то вот такая. Что мне нравилось реально в бабочке, то что она прям такая сбитая. Но сделали Magic Keyboard. И вот у нас с вами есть Air замечательный, который мы с вами также смотрели. Здесь клавиатура уже обновленная. И посмотрите, она такая... Нет больше этого звука неприятного, она такая сбитая. То есть она не настолько плотная, как бабочка. Но обновленные ножницы, они стали прямо хороши. То есть они такие прямо добротные. В итоге у нас с вами есть MacBook Air, в котором Magic Keyboard, соответственно, обновленная. У нас с вами есть MacBook Pro 16 дюймов, у которого Magic Keyboard также обновленная. У нас с вами есть Magic Keyboard сама по себе для iPad'а, красивая с трекпадом. И вот теперь, наконец-то, MacBook Pro 13 получает тот самый Magic Keyboard, который многие ждали. Ну и вообще, давайте так. Вот сейчас, в 2020 году, ну, наверное, кроме экономической ситуации, лучшее время для того, чтобы, наконец-то, купить MacBook Pro 13 дюймов. Почему? А вот об этом я сейчас вам и расскажу. А? Как мы зашли издалека, но это нужно для понимания всей ситуации. Вот эта конфигурация, друзья мои, стоит 173 990 рублей. Но опытный зритель скажет, Валя, это нифига не младшая версия. Потому что вообще линейка MacBook Pro 13 начинается от 120 тысяч рублей. Там есть еще промежуточная, назовем ее так, версия за 139 990. Но в чем кроется подвох? Он кроется в том, что Apple взяла предыдущее поколение MacBook Pro, докинула туда памяти. Теперь младшая версия начинается от 256 гигабайт. Это очень круто. То есть, по факту, за те же деньги, что и раньше, вы получаете больше памяти. Но! Там стоят процессоры Intel 8-го поколения. Там память 8 гигабайт, либо можно докинуть до 16. Но она старая. LPDDR3 на 2133 МГц. Что, в принципе, тоже, на самом деле, неплохо. Но она просто старая. То есть, это то, что было раньше. Вы скажете, а где же новый MacBook? А он вот здесь. Начинается от 173 990. Имейте в виду, просто вот важно. Потому что, как мы с вами помним, тот же MacBook Air. Можно взять гораздо дешевле. При этом, в нем будет процессор 10-го поколения. Новый тип памяти. Вот это все. И, конечно, у Apple вот эта вот линейка, она такая с захлестом идет. То есть, у нас с вами есть iPad. Вы можете взять себе новую прошку, например, на 11 дюймов. Либо прошку 2018 года. Подключить к ней Magic Keyboard. И вообще горе не знать. Дальше вы можете взять себе младший Air. Потом вы можете взять себе прошку, получается, предыдущую. Но теперь больше памяти за те же деньги. Либо за 174 тысячи вы берете новую прошку. Либо за 200 плюс вы берете уже 16 дюймов. Но это дискретная графика. Совсем другой тип устройства. То есть, технически получается, что шаг достаточно приемлемый. Вы можете и интересно поиграться с вариантами. Но если вы спросите меня. Брать за 120 тысяч. По сути, старый MacBook. Просто с обновленной клавиатурой. Ну, это такое себе. То есть, если вы хотите брать прошку новую в 2020 году. Ваша минимальная планка 174 тысячи рублей. Вот как-то так. Ну, просто извините. Либо уж смотрите в Air. Его тоже можно апнуть в конфигураторе. И выйдет достаточно приятно. То есть, чтобы вы понимали. За те же, по сути, 120 тысяч рублей. Вы можете взять MacBook Air. На Core i5 уже 10-го поколения. Вы получаете память, оперативку нового поколения. Вы получаете 512 гигабайт. Из того, что вы не получаете. По сути, это тачбар. Да и хрен бы с ним. Ну, то есть, серьезно. Я лично считаю, что если мы смотрим в бюджет 100-120 тысяч рублей. Реально, есть смысл взять новый Air. Он классный. Если вы хотите машину сильнее, мощнее. И во всех смыслах более продуктивную. То вы берете прошку от 174. Важная мысль. Я понимаю, что я вас уже утомил. Но просто поймите, что не все так очевидно оказалось. Да? Apple такая типа. Хочешь дешевый Pro? На. Но он будет просто старым. Но с новой клавиатурой. Так что же вы получаете? Давайте посмотрим вот сюда. Здесь у нас написаны наши характеристики. И это будет достаточно мощная железка. Однако уже эта штука тянет сама по себе XDR-дисплей 6K. На секундочку. Почему? Потому что, несмотря на то, что графика встроенная, она на новом поколении. И, как говорит Apple, на 80% быстрее, чем раньше. Это хорошо. Процессор, при том, что у него чуть понизились частоты. Он сделан на 10-нанометровом техпроцессе. А значит, он более энергоэффективный. А значит, 10 часов работы вам все равно обеспечены. Красота? Да не то слово. Что же здесь внутри у нас лежит? Давайте посмотрим. На самом деле, дизайн не сильно изменился. И почему я в начале ролика сказал, что именно сейчас есть смысл брать вот этот самый замечательный MacBook Pro 13. А я вам объясню. Значит, смотрите. Первое, к чему у нас была претензия, это, конечно же, USB-C порты. Они же Thunderbolt. Вот это все. Ну, потому что, типа, а где мой HDMI? А где мой кардридер? А вот это все. К сожалению, да. Вначале были проблемы с док-станциями. Люди не могли понять, как с этим всем жить. И рынок не предлагал адекватного решения. Я сам, честно говоря, чуть-чуть мучился. Сейчас мучений ноль. Ну, MacBook Pro эталонный дизайн. Вот, собственно, как придумали в 16-м году вот эту всю историю. Так с тех пор ничего и не меняли. Потому что зачем? Потому что и так хорошо. И вот, смотрите, вот этот момент истины, как его называю я. Ты открываешь крышеньку. Здесь у тебя бумаженька. Ты ее удаляешь. И смотри, что происходит. Оп, яблонька загорелась. Знаешь почему? Потому что MacBook понял, что его открыли. И он уже хочет настраиваться сразу. Это ли не величие? Но в чем величие моего ролика? Потому что я его закрываю. И мне даже не надо его настраивать, чтобы рассказать вам, в чем кайф этого MacBook. Потому что я, как вы видите, ими обложился. И все про них знаю. Из комплекта у нас с вами двухметровый USB-C, который вы можете заряжать, хочешь справа, хочешь слева. Как тебе больше нравится. Вот такой вот аккуратненький, не очень мощный, но все-таки достаточный блок. Что сделать русский главным языком? Нажмите клавишу и то. Ты что там издалека-то мне там что-то рассказываешь? Подожди. Очень аккуратный. Меньше, чем у MacBook Pro 16 дюймов. На 45 ватт, если мне не изменяет память. Ох, какой он прям матовый, сексуальный прям. Ох, красивый. От него, кстати, можно заряжать и iPad, и iPhone, если что. Имейте в виду, лайфхак. Быстро, красиво, можешь зарядить, что угодно. Да, на 45 ватт, все верно. Вот такой вот аккуратный и все. Больше ничего для жизни не надо, понимаешь? Здесь у тебя еще немножко вот таких вот замечательных документов. Здесь же еще у тебя яблоньки. Теперь они идут в цвет MacBook. Ну, это уже старая фишка. Вот такие вот Space Gray. А это именно такой цвет. И все. И ты в счастье. Но ты скажешь, Валя, подожди, а как я буду карточку свою, SD-шку вставлять? А есть решение. Значит, смотри... Ловко вышло. Значит, смотрите. Раньше вам нужно было искать док-станции всякие неочевидные. И у меня их много. И есть, которые в два порта втыкаются. И они там кое-как держатся. Есть на проводульках так-сяк. Есть, которые еще с отдельным питанием в розетку клац. Чтобы вообще на все порты максимальной энергии было. Но вот путем всяких манипуляций я нашел что-то среднее, эксклюзивно классное. Я хз, что это за компания. Можете найти, если что. Я думаю, что это не единственный экземпляр. Потому что все их в любом случае делают на одном китайском заводе. Что это такое? Это док-станция. Во-первых, она на проводе. Поверьте мне, проводная док-станция это лучше, чем вот эти вот стыкующиеся. Потому что они нихера не держатся. Второй момент. Это еще и пауэрбанк на 5000 мА. Раз. Это еще и беспроводная зарядка для вашей мобилы. Когда вы, соответственно, кладете ее непосредственно вот здесь сверху. И рядом с макбуком заряжаете другой стороной. Вот так это красиво выглядит. Здесь же у нас HDMI. Здесь же слот для карточек обычных. И в том числе microSD подходит. Две USB-хи и еще один USB-C. Он же питание. Можно, соответственно, сюда подключить. Чтобы перло как не в себя. Короче. Вот это вот, на мой взгляд, оптимально. Есть разные конфигурации. Есть еще Ethernet, чтобы можно было проводом подключиться к интернету. Есть еще DisplayPort и прочее-прочее. Но вот эти вещи стоят порядка 5-6 тысяч рублей. Поэтому закладывайте в бюджет к макбуку обязательно деньги на нечто подобное. Потому что без этого вы не сможете им полноценно пользоваться. С другой стороны, если вы живете в экосистеме Apple. Сейчас все работает либо без провода, либо по USB-C вы подключаетесь. К новым айфонам, например, 11 Pro идут уже провода USB-C Lightning. Короче, страданий ноль. Да и, в принципе, подключать телефон лишний раз к макбуку никакого желания нет. Поэтому, если там 4 года назад у нас с вами были какие-то проблемы с док-станциями, то сейчас они решены раз и навсегда. И это оказалось действительно удобно. Потому что здесь еще раз Powerbank. Классно? Классно. Второй момент. Все переживали, что с приходом Touch Bar'а у нас отняли клавишу Escape. Механическую, которую любят профессионалы. Клац и Escape. Я открываю его красивый. И что мы с вами видим здесь? Мы с вами видим вернувшуюся кнопку Escape. Ура, товарищи! Здесь у нас с вами Touch ID. Здесь у нас с вами Touch Bar. Короче, мысль такая, что клавиатурка-то у нас вот эта Magic Keyboard не страдает. Стеклянный трекпад, который отрабатывает нажатие через Taptic Engine. То есть, технически он не нажимается, а тактильный отклик делается с помощью вибромотора. Это Unibody алюминиевый корпус. Короче, это прямо вещь, друзья мои. Это вещь. Вы скажете, насколько он продуктивен, эффективен? Не знаю, как это назвать. Ну, я вам так скажу, с процессором Core i5 и 16 гигами оперативы, и 512 гигами памяти, это золотая середина. Можно докинуть 4 терабайта SSD впервые. Впервые можно поставить 32 гига оперативы. Процессоры вплоть до Core i7. То есть, из этого можно собрать биста за 300 плюс-минус тысяч рублей, который будет, ну, просто всем хорош, за исключением дискретной графики. Но! Вот эта штука, друзья мои, это Blackmagic EGPU. Причем не простая, она Vega 56. Это хорошая штука, она стоит приличных денег, но с ее помощью вы превращаете свой MacBook Pro 13 в монстра с дискретной графикой уровня Vega 56. А такие ставятся, на секундочку, на iMac Pro. То есть, это полноценная дискретная графика. И вы можете подключить это все к XDR дисплею. И здесь у вас Core i7 и 32 гига оперативы. Вы отсоединили все проводульки, и у вас получается суперкомпактное решение. Подключили к десктопу, и у вас супермощное решение с дискретной графикой, с которым вы можете Final Cut и DaVinci просто вот так вот с руки раздавать. И вот такая вот у нас с вами получается оптимальная линейка. Есть iPad с Magic Keyboard и трекпадом. Есть TR, как решение на каждый день, легкий и красивый. Есть 13, которая достаточно продуктивная, но вопрос с дискретной графикой решается подобными EGPU. И есть 16 дюймов, которые все в одном и в новом поколении. Это достаточно производительное решение, которого мне хватает, чтобы крутить видосы 4К влево-вправо, вообще горе не знать. Вот такая вот актуальная линейка. Air, Pro и вот этот вот сверху еще кладем. Я, кстати, только сейчас понимаю, что здесь прилично денег у нас вышло. Вот такой вот сетап-бургер из макбуков. Макбургер практически получился. И вот вам о чем речь идет. То есть я не знаю, зачем вам что-то либо изобретать и как-то особо тестировать новую MacBook Pro. Потому что я понимаю, что это все, что я любил раньше, просто теперь еще лучше. Мощнее, круче процессор. Лучше графика. Появилась кнопка Escape. Здесь все тот же Retina офигенный трутон экран. Touch ID, чтобы я удобно платил Apple Pay и все радости жизни. 10 часов времени работы в Safari туда-сюда, либо 10 часов воспроизведения видео. Так что клавиатура, наконец-то, Magic Keyboard, ножницы. Ну все, что вам еще надо? Вы спросите меня, Валя, а будешь ли ты разыгрывать эту радость? И хочется, и при этом все-таки это дорогой компьютер. Поэтому давайте так. 173 990 лайков активируют конкурс. Ну вот как-то так. Хотите, лайкайте, зовите друзей, пусть они тоже лайкают. И лайки, кстати, сегодня ничего не влияют. Они никак не участвуют в продвижении ролика в алгоритмах и так далее. Это просто активность какая-то, которая уходит туда в небо. Тем не менее, вы лайкаете, вы подписываетесь, вы оставляете один комментарий и вы автоматически участвуете. Набираем 174 тысячи лайков и мы подводим итоги. Случайным образом кому-то из вас отдаю этот самый компьютер, дополнительно делать ничего не надо. Не набираем лайки, я оставляю его себе и пользуюсь в счастье. Вот такая у нас простая схема. Поэтому я вам единственное, что хочу сказать. Если вы ждали момента обновить свою Pro 13, купить Pro 13, действуйте. Сейчас это круто. Более того, Air, он обновился не так давно, мы с вами помним, именно получил Touch ID и Retina экран. А сейчас он обновился второй раз и стал хорош. И 16 дюймов хорош. Вообще вся линейка MacBook'ов сегодня прямо очень хороша. Я теперь жду такого же масштабного и классного обновления iMac. Надеюсь, что это случится уже в июне на WWDC. Но посмотрим. Так что в любом случае подписывайтесь. Здесь много всего интересного. А MacBook меня не то чтобы приятно удивил, не то чтобы как-то особо порадовал. Они просто все сделали правильно. Они все сделали правильно. За исключением еще раз тех самых дешевых MacBook Pro 13 на предыдущем железе с новой клавиатурой. Это странный Frankenstein. Лучше взять MacBook Air. Либо за 175 вот эту красоту. Вот такая вот история. Не прощаюсь, мы в интернете. А значит совсем скоро увидимся. Продолжение следует...